Да, коллеги, доброе утро. В Евпаторе готовится ряд мероприятий к 75-летию Победы. Сегодня в городе пройдет акция «Блокадный хлеб» и на мемориале «Красная горка» будут волонтеры раздавать пайки этого хлеба, как было в блокадном Ленинграде, а также расскажут исторические факты. Ну а в школах пройдут классные часы, а рядом со мной в студии находится Владимир Терещенко, председатель Крымского отделения Молодежной патриотической организации «Наследие». Владимир, доброе утро. А чем занимается ваша организация? Ну наша организация – это молодежное крыло вообще российского союза ветеранов Афганистана, в первую очередь направлено на военную патриотику, ну и так же самое на гражданскую. Потому что патриотом надо быть не только на войне, на службе, но надо быть и своей семьей, и дома, и выходя из подъезда, выходя на улицу, надо быть всегда патриотом своей страны и города. Ну а ваша организация будет проводить какие-то мероприятия к 75-летию Великой Победы? Ну это мероприятие у нас, конечно, планируется к 75-летию, но у нас сейчас есть еще две даты, которые у нас в ближайшие мероприятия будут. Это 15 февраля, это будет 31 год, как вывели советские войска из Афганистана. Это те, скажем так, наследники именно Великой Победы, которые наши отцы, дедушки, прадедушки добивались такой ценой. Они подтверждали свой героизм как раз на этой войне, подтвердили статус нашей страны, что наши солдаты никогда не сдаются и с честью выполняют свой воинский долг. У нас как раз к этой дате готовится ряд мероприятий, будет турнир по футболу, который уже стал ежегодным. Пройдет митинг на памятнике 15 февраля в 11 часов на памятнике воинов-интернационалистов в городе Евпатория. Также мы готовим их к 23 февраля ряд мероприятий. У нас будут троеборья в Сантуриалы и Паруса. Это именно уже как военно-патриотический конкурс. Там будет разборка-сборка автомата, стрельба из пневматического оружия и полоса препятствий. То есть там три вида возрастных категорий, которые будут принимать участие. Ну и к 75-летию мы, конечно, готовим, но об этом уже мы немножечко позже расскажем, пока в планах. Ну а цель этих мероприятий, это наверняка для молодежи большая ориентированность, верно? Конечно, это в первую очередь для нашей молодежи. Наша молодежь – это наше будущее. Если мы сейчас не будем заниматься, то у нас не будет будущего. Если мы им не расскажем то прошлое, которое у нас есть великое, за которое мы гордимся, то у нас не будет просто этого будущего. Но я думаю, та великая победа, которая у нас есть, она в наших генах, в наших сердцах и будет еще в 10 поколениях идти, это минимум. Потому что это реально такой был подвиг, когда вся страна просто боролась за кулачок нашей земли. И вот я же говорю, как бывает, смотришь на людей, за них просто стыдно, когда они бросают мысль на нашу землю, которую такой ценой защищали. Конечно, это неправильно. Надо уважать свою землю, свою родину и чтить 9 мая, не только 9 мая, а каждый день. Владимир, расскажите, пожалуйста, вот о наркографите. Вы этим занимались и в прошлом году, а какая работа будет продолжена в этом? Да, у нас, кстати, почти ровно год назад был отчетный, скажем так, концерт. Как раз мы-то запускали нашу программу «Меняй формат». В этом году мы заниматься так же самое планируем, то есть по мере необходимости. Сейчас мы на выходных только проводили собрание, скажем так, самых активных активистов наших по этому направлению. В городе опять появилось очень большое количество этих надписей. Но у нас, к сожалению, сейчас не хватает еще ресурсов. Будем сейчас взыскивать и проводить полную масштабную акцию, устранять их. Так что мы от всех желающих приглашаем к нам присоединиться, оказать свою помощь непосильную. А финансирование вы где берете? Финансирование? В основном по предпринимателям, своим знакомым. И то мы просим не финансовые средства, а именно просим баллончики с краской. Просто краска. Мы всегда рады это принять, но финансовую мы не берем. А сами лично вы участвуете в этом мероприятии? Ну, конечно, обязательно. Это же тоже, ну, как говорили, да, это... Нашу страну не победить ни оружием, ничем. Нашу страну можно попробовать сейчас победить таким способом. То есть изнутри разложить наше общество, нашу молодежь, привить им такие вот, ну, ценности, как наркотики, алкоголь и так далее. Если у них это получится, то мы проиграем. Поэтому у нас серьезная война сейчас за наши умы наших молодежи. Ну, а сегодня много у вас молодежи, которая именно идет за вами, за вашими идеями? Ну, у нас просто разбиты проекты различные. Если взять в общем количестве наших сторонников, да, членов организации, это уже, наверное, более 300 человек будет. Ну, это здорово. А возраст какой? От 14 до 34 лет это по нашему уставу. Ну, и сторонники, естественно, есть разный возраст. У нас самый младший, бывает, и 6 лет принимает участие в наших мероприятиях. Вот мы когда проводили к дню «Здоровая Россия» соревнования по поднятию туловища по тяге на высокой перекладине, самому младшему участнику было 6 лет, и он показал хорошие результаты. Но это и спортивные мероприятия, и когда вот в этом году будут они проходить? Ну, мы смотрим, как мы планируем, конечно, но есть свои, скажем так, у нас своя специфика, так как мы этим, это не наша работа, у нас у каждого есть своя основная работа, то есть это уже общественная такая нагрузка, и мы смотрим, конечно, когда нам более-менее получается это проводить, и тогда уже заранее назначаем даты, время, готовимся и проводим. А планы на этот год организации какие? Может быть, они масштабные? Масштабные планы, да, не хотим говорить, пока не перепрыгнем, то есть план еще формируется, у нас вот 5-го числа будет съезд всех председателей оригинальных отделений нашей общероссийской организации, там мы будем обсуждать и утверждать уже именно планы работы на год. Владимир, ну, мы тоже вас поздравляем с таким праздником, с вместе с Великой Победой, и спасибо, что вы пришли к нам в студию этим утром, ну, а я, коллеги, передаю вам слово, как у вас настроение этим утром? Спасибо большое, Тоня, ну, мы бодры, полны сил, это понедельник. Спасибо.